Лукашенко 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 Малышко Лукашенко Лукашенко в всех поездках На пустыне Гороб Где пошли Это парня Верховно Незаделанная поля. Дорогие, обратите внимание, на заднем фоне за автомобилями башеный человек за автоматом. Даже в голом поле Лукашенко безопасно себя не отчувает. А сегодня Лукашенко полетел на вертолете в ветку, это Гомельская область. Там он пройшелся по предприятиям, посмотрел чисто вымытую агротехнику и выступил перед мясцовыми. В своей промове Лукашенко назвал Гомельщину и Брешщину прифронтовыми областями. И в черговый раз по вторым, что воевать не хочет. А после на нараде Лукашенко пополохал чиновников. Цитата. Надыходит железная диктатура. Засаделися у Минску. У Гродня проводим нараду. Полный отрыв у Рада от губернаторов. Конец цитаты. Так само и он пройгрозил. Коли некий керовник вырошить звольница, каб на працу такого человека никто не брал. Каждого руководителя, а у нас же руководители как? Да мне пофиг, я завтра пойду, у меня же там уже где-то структурка готовая, которая его подкармливает сейчас. Да почти всех. Я это знаю. Вот он вам может рассказать. Я сейчас кину это ваше хозяйство, вы увольняйте меня. Если он так сказал, вы его увольняйте и сразу лопату. Без вашего ведома этот руководитель не должен где-то трудоустроиться. Такая система была поручена администрации ее выработать. Без губернатора, ни один предрайсполкома, ни один кадр как ты уровня не должен даже шевельнуться куда-то. Железная диктатура кадровая. Шевельнулся – иди, но тебя никто не возьмет на работу. Тым часом парламентская ассамблея Рады Европы приняла резолюцию, где признала гвалтовную депортацию украинских детей в Россию геноцидом, а Александра Лукашенко и у Рад Беларуси датычными до его. Так что теперь? Выпишут ордер на арест Лукашенко? На самой справе не факт. Навод, худшее за все, по кульне. Юристка Катярына Дайкала подлумачила порталу зеркала. По-перше, это политическая декларация, а не решение суда. Международный суд не подпорядковывается парламентской ассамблеей, и ее решение еще не заявляется доказом вины Лукашенко. Доказом могли б быть факты гвалтовной русификации украинских детей на беларуской территории, а лея пакуль таких фактов нема, а льбоя ныне вядомая громадскости, подкресливая Дайкала. Так, детей из Донбасса привозят у беларусские оздоровленшие лагеры, а лея пасля вертают. Той же Путин давал загад на промысовый вывоз украинских детей. Принял специальный закон, который спрашивает их усыновление россиянами. Лукашенко все же такого не делал. Так что, если вы ждете новинок про ордер на его арешт, придется еще ждать. Кулинарный кринж. Юлия Высоцкая, была актриса беларусского Купаловского театра и женка российского режиссера Кончаловского, вядомая своей кулинарией. Она имеет несколько ресторанов и давно вядет телепередачу «Ямо дома». Где готовят абсолютно разные стравы. А лея пир люди пильно пригляделися до некоторых старых выпусков передачи и зауважили, что кулинарные таллинты Высоцкой махчимо трошки переоцененные. Урывки с передач сразу завирусилися. Вось за спиной у Высоцкой горят шашлыки, что я ей абсолютно не засмучиваю. А вось она готовит сырники, які по вынеку переутвараются у напалваткую массу. Не мергнувши воком, Высоцкая робить выгляд, что так и треба, и упрыгоживая их цукровой пудрой. Только зараз глядачы у першыню звернули увагу и на неохайные суши, и на вельми дивную пиццу. Вядома, что навод у самого таллинновитого кухара здараются неудачы. Але людзей найбольш у разю непарушны спакой Юлии Высоцкой и сдольнасть хвалить навод самые неудалые свои стравы. Дзивная история отбылася у Минску. Ясше у середине листопада у милицию поступила заява. Зникла 26-годовая девчина. Вышла с хаты и больше не верталася. Каля тыдня нема ніяких звездок. Аператывники высветлили, что опошник, кто бачил девчину, это 27-годовый хлопец. Он рассказал, что забрал я ее на машине, привез в свою квартиру, раниться я нас и шла. По записах камер видеоназирания высветлилась, что девчина саправды приезжала до хлопца, але после этого я ее след простыл. Сам же Минчук на наступный день чамусти ездил на автомобиле в везку Королевстан. Отрымавши гэта данные, оператывники вырошили ясше раз поговорить с подозреванным. Его проверили на полиграфе. Прылада показала, что першапачаткова Минчук схлухил. Увынеку он распавел правду. Оказалось, что молодёны выпили и легли спать. А ранком хлопец убачил, что девчина ляжет у ложку неживая. Он спалохался, что его обвиновать в забойстве, якого не было. И ближай до вечера вырошил позбавиться от тела. А пранул тело, вынес у двор и посадил на пассажирское сяденье своей легковушки. Затым вывез девчину у Королевстан. И там выкинул тело просто на сметник. Следшие знайшли тело девчины. Левая частка была моцно знявеченная. Але подчас проверки показания Минчука оказались оправдой. Патолога анатом подтвердил, что причиной смерти девчины саправды стали хвороба и алкоголь. Ни яких прыгмет криминалу выявлено не было. А пашкоджане на теле нанесли дикие зверы, пакуль труп ляжау на сметнику. Сегодня ночью Россия нанесла ракетный удар по Украине. У городе Умань Чаркасской в области ракета знищала целый подъезд шмат поверхового дома. Як минимум 10 человек загинули, а 9 потерпели. Але разбор завалов ешше идея. Российские ракеты били и по Киеву, але там добра отпрацавала супротповетранная оборона. А пошни месяц проходили облавы силовиков у Гродня. Вся рот затрыманных абсолютно розные люди. Тренер по карате, музыка, предпримальник. Грабли за ущо. Людям ставять у вину негативные комментарии пророссийских войсковцев. Подписки у садсетках на незалежные меда, рэпосты у садсетках, бел-червоно-белые стяжки у машине. Схапили наименьш 15 человек. Махчыма. Саправдная личба ешше большая. Прыгожая история каханья скончилася страшной бядой. Недалека от Варшавы днями отбылась авария. Беларусь и украинка, вертаючище со спатканья, урезались у древа и обои загинули. Про подробязности трагичной аварии написало выдание «Мост». 26-годовая украинка худка померла у больницы, куды яе шпитализовали медыки, які приехали на место здарэня. А 34-годовага беларуса забрау верталет худкой медицинской допомоги, и он ясше некий час змагауся за житё. Аднак пазней помер у больницы. Паводля неофицийной информации, мужчина, який был за рулем автомобиля, значно перевысил худкость. Полицыянты поведомили, что машина ехала по трассе с худкостью ажно 220 км в годину. Днями за сексуальный гвалт у дочинений до детей затрымали аж двоих мужчин. У Гомеле 47-годовый мужчина, знайомився с подлетками у соседках и выманивал интимные фото. За теми этими же фотками мужчина шантажовал своих суразмовцев и примушал детей сдымать больше жесткий контент. Как минимум одного подлетка Гомельчук примусил сустреца зим и сгвалтавал. А у молодежни, 41-годовый мясцовый жихар, пильновал соседскую дачку. Коли она верталася со школы, мужчина просто у подъезде хапал 12-годовое дитя за интимные месцы. Каб дитя маучала, агрессор погрожал, что расправиться с мамой девчонки. Аля малая усёж рассказала дорослым, и соседа затрымали. Теперь и молодежни, и Гомельчуку погрожая по 15 годов за кратами. Уся сегодняшняя Беларусь в одном фото. Сегодня в Минске открылся туристический форум «Открый Беларусь». Туда привезли с Полоцкой крыши Фросини Полоцкой икону и проиллюстровали это вот таким фото с дымком. Силовики, святар и чиновники. Не хапая хиба только айтишника, який рыхтуется до релокации и затрыманного оппонента Лукашенки. Вот такая отрымалася пятница. Наступный выпуск новинов выйдя у авторок 2 мая. Але завтра вас шакает невеликий специальный выпуск. Таму утесните на звоночек, каб не пропустить и не забывайтеся про лайки и комментарии. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядзите нашу Ниву и любите Беларусь. Добрых выходных! Субтитры подогнал «Симон»